Сейчас мы находимся на одном из автосалонов Здесь вы можете всегда найти себе свой новый старый автомобиль Автомобили основное из Италии А вот еще какие цены Скиник, пятый год, 5200 Сколько на спидометре, никто не знает Примерно везде одинаковые ценносты 140, 150, 180, максимально 200 тысяч километров Так что выбрать машину здесь в принципе можно На любой карман, на любой Опять же машины привезенные из Италии Они более сухие, нет никаких ржавчин Есть, естественно, передние и задние бампера обыкновенно красятся Так как в Италии машины паркуются одна в одну Но это не проблема Салоны Края до края Края до салона Края до салона Огромное просто количество машин Немножко позже объясню какая разница между автомобилями из Италии, Германии, Швейцарии Ну и из скандинавских стран тоже соответственно Вчера я съездил на автомобильный рынок Что я там увидел? Видел огромное количество автомобилей из Европы В большей части из Италии С накрашенными губками в основном Ну много и многие торговцы не занимаются, не заморачиваются тем, что красят или что-то делают Были также машины из Германии Машины из Германии отличаются от автомобилей из Италии тем, что они более ржавые Даже не более ржавые, а совсем ржавые Итальянские машины многие не любят Говорят, что итальянцы убивают моторы Не меняют масла Ну да, есть в этом какая-то правда Но все-таки из всего всегда можно что-то себе подобрать Какой-то автомобиль в нормальном состоянии Тем более машины, которые приезжают из Италии В основном все косметически покрашены Если вы были в Италии, вы понимаете, что и видели наверняка, как паркуется местный автогридент Бампер-бампер Иногда расталкивают другие машины Соответственно, получается Все бамперы, все пачины у машин потертые Здесь эта косметика устраняется Что касается моторов Ну, когда вы берете, надо просто сделать диагностику Посмотреть, в каком состоянии двигатель Потому что, естественно, вы никогда не определите, сколько там километров Если смотреть по резиновым коврикам По сидушкам Там и по прочим характерным как бы приметам То, в принципе, если машина дорогая и заслуживает Того, чтобы над ней поработать Над ней работают Естественно, сидушки, которые после 200 тысяч километров Автоматически бывают порваны водительски Естественно, они подшиваются Таким же материалом или дубликатом Рули красятся Резинки на педалях меняются Или меняются на более свежие, но не на новые Естественно То есть, все маскируется прекрасно Даже если вы доедете на какой-то компьютер На авторизированный центр Никогда практически вам никто не скажет Потому что местные мастера за 50 левых умеют Тюнинговать спидометр так Что, в принципе, ни на одном авторизированном центре Не разберут этого Поэтому надо смотреть на состояние автомобиля В состоянии автомобиля можно увидеть Характерные приметы Например, если пластмассы и боковины Все внутри в салоне затертые, потертые, поцарапанные Ну, естественно, не стоит такой автомобиль брать, рассматривать Но если там внутри все здорово, все хорошо Все как бы блестит Можно этот автомобиль смотреть Опять же, цена-качество Цена-качество Все машины, которые представлены на салонах Естественно, торговцы торгуются Торг в районе 500 левых Это более-менее Можно и больше опустить На тысячу, на полторы Все зависит от степени Того, что Как нужно продать этот автомобиль Долго он висит на салоне В каком состоянии И от многих факторов Купить идеальный автомобиль Ну, возможно Но для этого стоит Довольно-таки Долго поездить Не только по одному По салонам в одном городе Ну, по стране В целом Но такие машины попадаются Попадаются с реальными пробегами Плюс попадаются недорого Ну, это особенно тогда Когда кто-то куда-то уезжает Или срочно нужны деньги Машина подержанная Такое бывает Но это очень редко И, опять же, говорю Из области фантастики Что касается цен на автомобиле Если рассматривать Варну И прибрежные города Например, тот же самый Гургас То к сезону ближе Цены, естественно, излетают Хотя они зимой здесь немаленькие По сравнению Если рассматривать Бутницу, Варацию Софию Даже Пловник Более-менее Порытить по дешевым ценам Но в более убитом состоянии Не подготовленные Машины Вы можете увидеть Варацию и Бутницу Там торгуются Там нормально торгуются Но когда вы посчитаете Свои затраты На доехать туда На пожить там На выбрать машину Ну, получается Плюс-минус То, что вы возьмете Варни В прибрежном городе Примерно получаются Такие же самые деньги Так что, если вам лениво ехать То можно и не ехать Можно выбрать здесь что-то Другое дело Если вы ищете что-то Конкретное Конкретную модель Конкретную марку Тогда стоит проехать По стране Посмотреть все Вот Ну, на сегодня Вот так вот Хватит Потому что Погода Она как бы не улучшается Но Пойти к морю Сходить И выпить еще 50 грамм Там Я думаю, что Все Хорошего Хорошего дня